В этом году сменил политическое меню. Про российскую агрессию уже не слово, только про деньги, которые Украине сейчас необходимы. Премьер Гончарук учит инвесторов, как нужно работать на Украине. Повторить за мною слава Украине! Если вы знаете эти два слова, то точно будете чувствовать себя в Украине как дома. Президент Зеленский, который не смог присутствовать, он накануне улетел в Израиль, даже записал специальное обращение. Для тех, кто инвестирует более 100 миллионов долларов, мы заключаем прямое инвестиционное соглашение с государством, базирующееся на английском праве. Такой инвестор получит своего персонального опекуна, Нэни, от правительства, который общается на пяти языках и в любой момент дня и ночи решает все ваши вопросы. Есть ли среди языка общение русский, неизвестно. Но глава МВФ на встрече с украинской делегацией дает понять, что русский ей ближе. Спасибо. Спасибо. Спасибо большое. Очень приятно. Я знаю, что для некоторых людей на Украине русский язык не предпочтителен. Но я, к сожалению, не говорю на украинском. А вот моя племянница говорит, потому что жена моего брата из Харькова. Но пока получить новый транш помощи от МВФ не получается, Киев занимает у других кредиторов. Вчера Украина выпустила облигации и увеличила свой долг еще больше, чем на 1 миллиард евро. Канцлер Германии Меркель с трибуны Давоса напомнила об истории. Сейчас за плечами 75 лет мира в Европе. И важно об этом не забывать, ввязываясь в новые конфликты. Сегодня Израиль отмечает 75-ю годовщину освобождения Освенцима. Президент Штайнмайер в Израиле, и он будет говорить от имени Германии о вине, которую испытывает немецкая нация, и о тех страданиях, которые мы причинили всему миру. И о том, чтобы это вновь не повторилось. У нас за плечами 75 лет мира во всей Европе. Мы наблюдаем напряжение между Ираном и Ираком. Мы видим, что происходит в этом регионе, и мы думаем, как мы можем урегулировать эту ситуацию. Большая часть речи канцлера Германии была посвящена проблемам экологии. А вступать в полемику с Дональдом Трампом, который призвал Европу отказаться от поставок газа из враждебных стран, она не решилась. И на наш вопрос не ответила. Госпожа Меркель, Северный поток-2 будет достроен в этом году? Прошел сегодня в Давосе и традиционный завтрак Сбербанка. Гостей угощали блинчиками, омлетом, сырами и ягодами. На форуме много времени уделяется поиску решения проблемы неравенства между богатыми и бедными. Вот рецепт от Германа Грефа. Что необходимо сделать, чтобы этот разрыв сократить? Нужно либо вводить специальное регулирование, специальные дотации для социально незащищенных людей, может быть, помощь семьям, может быть, специальный налог для этого. Ну а второе, классическое, это, конечно, инвестиции в образование. Говорили на завтраке о том, какие навыки надо развивать сегодня в век цифровых технологий. Но главное в этой гонке не переборщить. Эксперты банка бьют тревогу. Люди не могут долго общаться вживую и уходят в соцсети. Мир захватила эпидемия цифрового аутизма. Другую эпидемию нового китайского коронавируса делегаты активно обсуждают в кулуарах форума. В Завосе серьезно обеспокоены этой проблемой, но пока следуют рекомендациям ВОЗ и не объявляют чрезвычайной ситуации. Но на всякий случай некоторые делегаты уже надели маски. В остальном дресс-код форума традиционный. Большинство участников в строгих деловых костюмах. Но некоторые женщины в пестрых платьях и даже в шляпах. Однако всех затмила дочь американского президента. В первый день Иванка Трамп сменила два наряда. Элегантный черный образ с золотым поясом и нарядное платье изумрудного цвета. А накануне был строгий костюм и черное платье с блестящим узором уже на вечернем приеме. Несмотря на то, что Дональд Трамп покинул Давос, его дочь осталась, как поговаривают, покататься на горных лыжах.